Еще раз здравствуйте. Мой доклад посвящен свободному программному обеспечению в дополнительном образовании. Первый день конференции был посвящен использованию программного обеспечения в ВУЗе и школе. Есть еще такая область, как дополнительное образование. Если сравнивать дополнительное образование с школьным образованием, то здесь мы видим следующее. В дополнительное образование приходят дети, которые целенаправленно записываются на те или иные кружки. Тем самым они хотят получить больше знаний, больше интересного материала в той деятельности, которая им интересна, в которой они заинтересованы. Если смотреть школьника, то это стереотипы и шаблонное мышление, так как все без исключения должны освоить базовые принципы, которые заложены в том или ином классе. По окончанию обучения дети проходят экзаменационные работы и отчитываются тем самым о том, какие знания были получены ими за год обучения. В доп. образовании здесь все наоборот. Вся деятельность построена только на интересах и заинтересованности детей. Именно в дополнительном образовании раскрываются творческие способности детей и осуществляется поддержка и продвижение талантов. Творческие возможности человека или креативность — это способность, которые проявляются в мышлении, чувствах, отдельных видах деятельности. Они характеризуют личность в целом и ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания, определяют ее готовность изменяться, отказываются от стереотипов, помогают находить оригинальные решения сложных проблем в ситуациях неопределенности. Принципы креативного обучения — это соответствие внешнего образовательного продукта, внутренним потребностям учащегося, индивидуальной образовательной траектории учащегося в образовательном пространстве, принцип интерактивности знаний, осуществляемой при помощи средств коммуникаций и инструментов цифровых технологий, открытой коммуникации по отношению к создаваемой учащимся образовательной продукции. Обучение по программам дополнительного образования технической направленности предполагает также развитие творческого мышления, воображения, интуиции. Такие программы ориентированы на развитие интереса к техническому моделированию и применение в образовательном процессе современных технологий конструирования и программирования. Если такие технологии основываются еще и на цифровых программах и технологиях, то это как раз способствует удовлетворению потребностей общества в воспитании информационно-грамотной личности. Я хочу привести пример использования программ на примере подмосковной организации Центра дополнительного образования «Истоки». В технической направленности есть следующее направление, которое написано на слайде, и возрастные группы. Если проводить анализ контингента, то есть тех детей, которые посещают данные программы, то мы можем увидеть, как изменяются интересы детей в зависимости от возраста. Если говорить о группах детей 6-9 лет, то в этом возрасте одним из главных является принцип игры, то есть основной вид деятельности игра. Поэтому дети воспринимают работу с цифровыми инструментами как игру, им все интересно, им хочется попробовать себя во всем, собрать что-то новое, придумать, реализовать готовую идею. Если говорить о детях более старшего возраста, то вы видите, на программах первая у меня диаграмма это образовательная робототехника, 68% это дети 6-9 лет и 32% детей в возрасте 10-15 лет. Причем 14-15 лет это вообще составляет 2-3% от 32% представленных на слайде. То же самое касается и программирования. 77% это дети 12-14 лет и 23% это дети 10-11 лет. Программирование в данном образовательном учреждении с 10-летнего возраста начинается так, как все-таки работа с компьютером и с другими техническими средствами должна соответствовать санитарным правилам и нормам. То есть их никто не отменял и из-за этого возраст 10 лет. Основные учебные среды, которые используются сейчас и популярны, также я привела на слайде, это среды для программирования и визуализации данных, это среды для 3D-моделирования, когда у вас нет под рукой какого-то конструктора, но тем не менее вы можете смоделировать этот процесс создания того или иного механического объекта и запрограммировать в симуляторе движение робота, например, или работу с датчиками. Так как детям весь процесс построен на интересе детей, то поддержать интерес помогают различные мероприятия, которые организуются в данной сфере. То есть очень много конкурсов, олимпиад, других мероприятий, соревнований, на которые стоит обратить внимание, и тем самым интерес детей к техническому творчеству повышается. То есть дети принимают участие, разрабатывают свои проекты, выставляют их на защиту и, соответственно, чувствуют себя более уверенными, нужными и дальше продолжать обучение по программам технической направленности. Ну вот как был построен учебный процесс в 2021-2022 году в учреждении. Здесь представлена часть проектов, которые дети создали самостоятельно или вместе с родителями, или же в команде других ребят. То есть здесь это и соревновательные проекты, и творческие проекты, которых тоже очень много, и программирование. Среди представленных проектов есть работы, которые заняли призовые места и были победителями на конкурсах, на два слайда выше представленных. Со временем все равно приедается, и интерес детей следует поддерживать введением разнообразных и новых учебных средств. Тем самым, если вернуться к диаграммам, чтобы не терять интерес в более старшем подростковом возрасте, требуется педагогу в первую очередь совершенствовать свои знания, быть в тренде новых программных продуктов, фирм, которые занимаются специально для обучения детей. И вот на примере как раз программного пакета от компании «Базальт» можно построить и разнообразить процесс обучения детей в дополнительными образованиями новыми инструментами, познакомить детей с новыми инструментами для более старшего возраста. Эффективность любого процесса строится на применении в образовании, в педагогических технологиях. Современные технологии, которые используются в техническом направлении, это игровая технология, технология развития обучающегося, коммуникационные технологии. Ну и никуда мы не денемся без здоровьесберегающих технологий, поэтому здесь она тоже как никогда важна и присутствует. Для разнообразия работы с детьми существуют различные формы организации занятий, то есть это игры, дидактические конкурсы и ежедневные наблюдения во время занятий за деятельностью учащихся. Это и открытые занятия, направленные в первую очередь на методику преподавания и организацию деятельности детей во время занятий. Это презентации, творческие проекты, защита творческих проектов соревнований и так далее. Если опять же вернуться к концепции дополнительного образования, то дополнительное образование как нельзя лучше соответствует как раз раннему профессиональному обучению. Так как интерес, который есть у ребенка с рождения, либо он приобрел его в общении со сверстниками, с родителями, увидел где-то это в интернете, либо по телевизору. Этот интерес нужно развивать, поддерживать, и ребенок должен видеть пути дальнейшего воплощения своей мечты или заинтересованности. Поэтому профессиональное обучение детей школьного возраста с использованием предложенных технологий позволит быть конкурентоспособным ребенку и далее уже на рынке труда в более старшем возрасте. В заключении хочу сказать, что работа с программными решениями Базальт СПО предполагает развитие проектного мышления для школьников, что является особенно востребованным и актуальным при формировании современных качеств личности. И большую играет роль в профессиональном развитии, в профессиональном будущем наших детей. Спасибо за внимание. Наталья, спасибо за доклад. А можете подсказать, а какой у вас охват ребятишек? То есть, допустим, у вас там были курсы Базальтовые, сколько там, 5, 10, 100, порядок примерно через вас прошло. Значит, ну курсы, вот это да, новые учебные среды, которые планируются вводиться с нового учебного года, то есть до этого с программными продуктами мы еще были незнакомы. Связано с тем, что дети, посещая кружки образовательной робототехникой программирования, то есть есть такая команда детей, которые уже 5 лет занимаются в этих кружках, и они не теряют интерес. Для того, чтобы разнообразить знания детей в области различных программных продуктов, требуется ввести в образовательный процесс что-то новое. Соответственно, все, что было показано выше, они уже знают и в какой-то мере освоили. То есть этого вполне достаточно для базового образования. Ну и для поддержания интереса в более старшем возрасте, конечно, нужны уже программы, приближенные к профессиональной деятельности. Поэтому со следующего года планируется ввести для детей 8-9 лет первую коллекцию игр и упражнений. И для более старших детей это вот программы, платформа Ардуино, вот как-то так. А группы детей, которые занимаются, группа стандартная, это 10-12 человек, и в общей сложности 130 человек занимается каждый год. Скажите, пожалуйста, вот вы в значительной степени вот эту методику строите на вот такой вот робототехнике для детей в детстве. А для вот увлеченных детей вот этой всей робототехникой, есть ли у вас какая-то информация о том, как складывается их судьба дальше? Вот в частности мне сообщили, я не знаю, может быть это не точно, это как-то вот, может быть что-то случайное, но знакомые, у которых дочка закончила колледж робототехнический специализированный, это не выше, это среднее профессиональное образование. Они мне сообщили, что вот на уровне детей все это очень развито, конкурсы, олимпиады, вот всех хвалят и так далее. А вот работы по вот этой вот специальности найти очень трудно. То есть вот вроде бы даже как им приходится устраиваться, вот закончившим колледж по робототехнике, не по специальности, потому что просто нет работы для вот этой вот деятельности. И если, ну может быть это не точно, если это действительно так, то надо этих детей как-то позиционировать так, что это вот не по-настоящему, это вот для развития способности, а в жизни вы потом другим будете заниматься. Вот, вот с этой точки зрения хотелось бы вот узнать, как вы, так сказать, как это можно... Я поняла ваш вопрос, спасибо за вопрос. Ну вот я хочу пример привести на, допустим, своем сыне, который тоже, с которым я занималась с 5 лет образовательной робототехникой, то есть он с удовольствием собирал простые механизмы, с удовольствием все это изучал, теперь ему 13 лет. Естественно, что он уже не собирает ничего, это ему уже не интересно, то есть подростковый возраст диктует свои какие-то направления деятельности, но ему интересно системное администрирование. То есть вот это его, но я не специалист в этой области, и, соответственно, что-то дальше его развивать в этом, он сейчас это все делает самостоятельно сам, и как бы моего тут участия нет. Единственное, что я могу ему там, допустим, посоветовать какие-то курсы или принять участие в мероприятиях, где он может, так сказать, реализоваться и получить больше знаний. То есть вот на этом все. Тоже связано и с другими детьми, которые приходят на обучение. То есть с подростковым возрастом интерес к сборке физического объекта уже теряется, и многие дети уходят, то есть им это уже становится неинтересно. То есть это само по себе как-то пропадает. Для тех же, у кого интерес остается до конца, то есть вот мне тоже, значит, таких примеров от выпускников еще нет, потому что самым старшим детям, которых я обучала, это 14 лет. То есть они еще школьники, потому что самые яркие впечатления детей от работы с конструкторами, это, конечно же, 6, 8, 10 лет. То есть вот такие. Но если говорить о промышленных роботах, то опять же таки из опыта, на заводах есть, то есть это заводы, производственные предприятия, на которых, допустим, есть роботизированные устройства, есть роботы промышленного назначения, есть автоматизированные линии, где вот можно так себя, сказать, реализовать. Но это единицы и, соответственно, допустим, возможно, девочки и не пойдут туда работать, возможно, это устройство используется очень редко, и специалисты это, так сказать, приходящий, то есть другой организации. То есть, конечно, на рынке труда это очень трудно, найти себя и реализовать себя в робототехнике. Но надеюсь, что это будет развиваться, и дети от игры перейдут все-таки к профессиональным каким-то. А так это в форме, да, только вот. Игры, но дети, я говорю, они сами перестают. Спасибо. Можно еще играть? Можно? Да. У нас уже время заканчивается, давайте в куларах продолжим обсуждение. А, все, да? Тогда вопросов нет. Спасибо. Все, спасибо.